МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как вчера прошел мой выпускной. Это уже мой второй выпускной из Лондонского университета. Первый раз я выпускалась из Лондон-Саусбанк-Университи с дипломом бакалавра диджитал-фильм и видео. То есть режиссер, продюсер, whatever, я могла быть по этому диплому. Я также продолжаю работать в этом направлении фотографом и видеографом. Но сейчас я окончила мастерс-дегри, то есть получила магистрский диплом в сфере бизнеса. То есть буду развивать какой-либо бизнес в сфере фотографии или видеографии, или, может быть, виртуальной реальности. То есть все, что связано с фотографией, так как мне это интересно. И буду искать какие-то новые возможности и пути развития в бизнесе. Я получила свой диплом прямо накануне, позавчера. Мне прислали его по почте. Что в него входит? В него входят два вкладыша и, естественно, сам диплом. Вот он выглядит вот так. Написано, выдан Анастасии, которая хорошо окончила курс Masters of Business Administration, то есть магистрский курс в бизнес-администрировании. With Merit. Merit – это хорошая оценка. Не отлично, я на отлично и не старалась, и у меня английский не настолько хороший, чтобы писать там суперакадемическим языком все рефераты, курсовые и дипломы. Merit меня вполне устраивает. Хорошая оценка. С этим дипломом можно тут достаточно хорошо устроиться. Но для русских это серьезная проблема, потому что для этого нужно... Чтобы устроиться на работу, нужно спонсорство работодателя. А на это не каждый работодатель идет, поэтому я уже устала искать новые пути продлевания своей визы и решила пока вернуться домой, а там посмотрим. Потому что тут с Brexit вообще непонятно, что будет происходить с европейцами, а тут еще русские куда-то лезут. Посмотрим, может быть, куда-то кривая выведет. Так вот, в общем, есть сертификат, который как бы вешается в рамочку, на стену. И два вкладыша, где написано мои... Как бы... Что тут написано? Где написано мои имя, фамилия, какой университет. И на втором вкладыше, какие оценки я получала. Общая оценка за оба семестра. За каждый модуль. Модуль это предмет. То есть у меня было... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Восемь предметов. Семь предметов и восьмая как бы диссертация. Вот. Ну вот, как бы такой диплом и во вкладыше. Что хочу сказать вот по поводу вот этих писем, которые... Диплом высылается по почте. И хочу дать дельный совет тем людям, которые сейчас обучаются или будут обучаться в будущем. В Лондоне или в Великобритании диплом приходит по почте. Его не вручают на выпускном. Поэтому была у меня такая ситуация, когда в прошлом университете мне диплом пришел в Россию. То есть я окончила тот университет в мае, и 6 июля, я помню, у меня дата стояла на дипломе, ну, где-то попозже, чуть-чуть, недели через две, диплом пришел в Россию в то время, когда я была еще здесь. Потому что ты ждешь выпускного, у меня выпускной был в октябре. А диплом в июле пришел в Россию. Слава богу, что дошел, потому что в России почта работает не так, как здесь. Но дошел, и меня там не было. А диплом выдавали, ну, нашу почту выдает только под роспись. Если сказано под роспись, значит под роспись. Мама его не получила. Я была здесь, я тоже не могла его получить. Я стала переживать, потому что мой диплом не приходил ко мне на лондонский адрес, и думала, что случилось. А там просто какое-то письмо, я же не знала, что это был диплом. Я стала связываться с университетом, они говорят, а мы вам выслали на адрес, который был указан вне учебного времени, а это Россия. Я говорю, а не могли бы вы мне его в Лондон, по лондонскому адресу выслать? Они говорят, ну, тогда, когда вернется, мы вам его вышли на лондонский адрес. Только укажите обязательно, что у вас лондонский адрес является адресатом вне учебного времени. И тогда мы вам вышли его на лондонский адрес. Слава богу, я дождалась его, я не знаю, там в конце августа или в начале сентября я его получила уже по лондонскому адресу. То есть, если вы не собираетесь сразу же после обучения уезжать обратно на свою родину, срочно меняйте адрес на лондонский. Там, где вы проживаете и будете ждать это письмо с сертификатом, то есть с дипломом, оно придет по почте. Его не выдают на выпускном. Что выдают на выпускном? Вчера на выпускном нам вообще ничего не выдавали. В предыдущем университете нам выдавали некий такой сверток, как бы диплом, но это был муляж. Ну, хотя бы. Было с чем сфотографироваться. Я что-то в этот раз не подумала взять с собой сертификат, чтобы в магистрской шляпе и в одеянии сфотографироваться. Типа, я получила диплом. Ну, да ладно. Итак, об одеянии. Одежду на выпускной, если вы идете на выпускной, обязательно надо или купить, или взять в аренду. То есть, это шляпа, такая четырехугольная, ну, как вы все знаете, студенческая, типичная английская шляпа. И некий такой халат, роба и воротник под цвет вашего университета выдается. Стоит это достаточно дорого. Я заплатила 51 фунт, то есть, в рублях это где-то 4000 рублей. Ну, я считаю, что на один вечер 4000 рублей, ну, можно потратить, если это в первый раз происходит. Если второй раз, то уже нужно думать, ходить ли на этот выпускной. И как бы один раз обязательно надо побывать на выпускном в Великобритании, если вы уж тут учились. То есть, я вчера поняла, что первого раза после того, как я выпустилась из того университета с бакалавром, мне, в принципе, было достаточно. Еще что хочу сказать, что там мы выпускались в центре Лондона, это был Элизабет Холл в Саусбенке. А здесь это был, так как я училась в западном Лондоне, это был Твикингхамм Стадион. Стадион в западном Лондоне не совсем то прекрасное место, где можно сделать кучу интересных красивых фотографий на фоне Биг Бена или там Лондон Бридж или еще что-то. То есть, ты от Твикингхама уже никуда не выйдешь в центр в своем одеянии. Одеяние выдается, если в аренду, только на один день. И вернуть его надо сразу же после выпускного, в том же месте, где и брал. Поэтому вчера, насколько я смогла отработать этот костюм, я нафотографировалась, наснималась там на видео, пофоткалась с друзьями. Вчера, кстати, очень мало было с нашего курса выпускников. Почему-то кто-то не пришел, кто-то опоздал и кто-то вообще не выпустился. То есть, они продолжают писать диплом сейчас и... Ну, то есть, продлились и будут выпускаться уже с другим потоком. Ну, так вот, одеяние обошлось мне в 4 тысячи рублей. Его надо предварительно заказывать, где-то не менее, чем за две недели. На сайте определенном тебе присылают университет сайт, где можно взять в аренду. Этот же сайт был и в прошлом университете. Я думаю, что это просто одна фирма, которая обслуживает все университеты, по крайней мере, в Лондоне. Вот. Тебе выдают такую шляпу и, значит, вот этот вот наряд, в котором ты как бы должен, обязан. То есть, если ты идешь на церемонию, ты обязан иметь этот наряд, иначе тебя не выпустят на сцену без этого наряда. Ты должен пройтись по сцене в этом наряде и пожать руку ректору или декану, кто там будет представлять эту церемонию. И такой наряд, как бы, когда распахнешь крылья эти, я чувствовала себя чучелом огородным на поле. Ну да ладно, главное шляпа. Шляпа это, я не знаю, наверное, мечта многих студентов, кто учится в Великобритании, наверное, в Америке такие же шляпы. Пофоткаться в ней было прикольно. На церемонию люди приходят с родителями, с друзьями, с родственниками, там, мужьями, я не знаю, иногда с детьми. Все очень счастливы, что кто-то из их родственников окончил университет. Кто-то там кричал, это мой сын, там, ура! Я, как бы, для меня церемония была по боку. То есть мне все равно было на эту церемонию. Там очень много разглаготствовали вот эти вот ректоры и деканы. О чем-то говорили, вот, ну, не о важном. Лучше для меня всегда четко, ясно и коротко. Короче говоря, церемония проходила, наверное, около часа, полтора часа, где-то так. Студентов было человек 200, кто выпускался со мной. Не только мой курс, но и другие потоки, и даже бакалавр, и докторат. В общем, очень много разглаготствовали, все уже устали. Там обязательно надо хлопать каждому, кто выходит, кому руку пожимать. В общем, церемония сама по себе не очень. Я получила заряд позитива и бодрости, фотографируясь в этом одеянии. Диплом-то я получила накануне, мне все равно там, что происходит на сцене. А на сцене что происходит? Такая некая церемониальная служба, когда выходит ректор, проректор, деканы, там всякие, учебная часть. На сцену, в таких нарядах, какие-то, я даже не знаю, что это. Ну, в общем, церемониальные такие одежды. Что-то рассказывают, говорят. Там очень долго вчера говорили о том, что это мы на стадионе, выпускаемся. Тут это дом английского регби. Мне вот все равно, где этот Викинг находится. Я там, кстати, первый раз в жизни была. И что он является домом английского регби. Потом начали говорить про чемпионат мира по регби, что вот сейчас проходит там в 1900 каком-то там году. Мне вот все равно, что тут было, когда тут было. Пожмите мне руку, и я пошла дальше фотографироваться. После этого проходит такой фуршет небольшой. В этот раз как-то было только пару печенюшек и кофе. В прошлом университете был достаточно приличный фуршет. Нам наливали вино. Ну, помимо чая с кофе. У нас были бутербродики, пироженки, пирожки какие-то. Очень много разной еды было. Прямо реальный такой классный фуршет. И это все было на фоне Темзы, на фоне Биг Бена, на фоне, что там еще, Лондонский Бридж, Waterloo Бридж. Достаточно интересные, красивые фотографии. И было очень много тогда друзей. Весь мой курс выпускался. И нас было человек 40-50. Ну, я, конечно, не со всеми общалась, но фотки хоть с какими-то своими одноклассниками сделала. В этот раз было всего три моих одноклассника, помимо меня. Ну, сколько могла, с ними пофотографировалась тоже. Ну, как бы в основном для меня этот выпускной прошел... Ну, как бы был лишним, что ли, так можно сказать. Не знаю. В общем, я считаю, что если вы собираетесь на выпускной, то если он проходит в центре, это круто. В кругу большой компании, друзей ваших, одноклассников, вы знаете. Это тоже круто. А так... Ну, разве что ради фоток. Фотки, конечно, это надолго упами. Но если брать выпускной, то лучше один раз, второй раз уже лишний. Ну, как-то так. Наверное, на этом пока все. Про саму учебу так. Получается, что я вам рассказываю с конца. Про саму учебу я, наверное, уже буду рассказывать, когда я вернусь в Петербург. Пока в Лондоне вот я нахожусь, я вам рассказываю, что на данный момент происходит. В ближайшее время мы едем в Уэльс. Там я была только в Кардиффе один раз. В этот раз вот решила изучить, что находится на южном побережье Уэльса. Несколько городов, 4 дня мы будем там. Буду рассказывать, что, как, где и почему, и сколько стоит, и что интересного. На этом пока все. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok